Не чемоданом и трешкой, ей богу. Но тогда получается, что она никак не вписывается в стилистику линейки. Обратите на это внимание, если у вас имеются куклы с более ранних выпусков Радужек. Маленькие мечтатели! Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал! И сегодня я сделаю обзор на куколку Рейнбоу Хай, зовут которую Сабрина Санклауд. Кукла вышла в линейке Рейнбоу Вижен, в которой помимо нее входят еще две куколки. Но перед тем, как начать обзор на эту сногсшибательную красотку, я хочу выразить благодарность спонсорам нашего канала на Бусти. Спасибо вам за вашу поддержку, за вашу подписку и активное участие в моих конкурсах. Для спонсоров канала я каждый месяц устраиваю розыгрыш одежды для кукол. В этом месяце разыгрываются вот такие наряды. И если ты тоже хочешь принять участие в розыгрыше, испытать свою удачу, то ссылочка на Бусти будет в описании под этим видео. Ну а теперь давайте вернемся к обзору. Как вы уже наверное заметили, коробочка у этих выпусков намного больше предыдущих. Ведь кукла линейки Rainbow Vision интересна еще и тем, что помимо второго аутфита, у каждой в комплекте идет еще вот такой набор косметики и чемодан визажиста, который смотрится очень стильно. Специализация у Сабрины это музыка. Помимо линейки Див, с ними еще вместе вышла аналогичная линейка кукол Neon Shadow. Только у Neon в комплекте был не чемодан с косметикой, а музыкальные инструменты. Они чем-то даже схожи с наборами кукол Rockstars. И чуть позже еще вышла третья линейка кукол с кей-поп группой. Но, как по мне, куклы хоть и красивые, но наполнение коробок намного беднее предыдущих выпусков. Если вы, как и я, смотрели сериал, то знаете, что общая задумка серии была в том, что куколки представляли свою школу на конкурсе Rainbow Vision. Это аналог обычного Евровидения. Дивы выступали за школу Rainbow High, Neonky за школу Shadow High, соответственно, и кей-поп группа представляла новую школу, которая называлась Seoul Select. Я сериал так и не досмотрела, поэтому кто выиграл, я не знаю. Мне из всей троицы Див сразу на промо понравилась Сабрина, хотя я не понадобка розового цвета. И, как показала практика, эта кукляха из тройки является самым популярной. Куклы вышли в цветах серебро, золото и розовое золото. Хотя я слышала, что цветом Сабрины еще считают розовый кварц. Но тогда получается, что она никак не вписывается в стилистику линейки. На оборотной стороне коробки мы видим тройку Див на фоне радужных софитов. И ниже надпись. Всемирно известный музыкальный конкурс Rainbow Vision разгорается, и радужные дивы присматриваются к своему призу. И куда же в Rainbow High без драмы? Если мы вкратце пробежимся по биографии Сабрины, то узнаем, что она потрясающая певица. Но, к сожалению, не умеет писать тексты сама, из-за чего считает себя хуже других участниц группы. Она любит наносить макияж, наряжаться и из-за этого часто опаздывает на съемки. А также она любит готовить выпечку и путешествовать. Ну и давайте уже наконец начнем распаковывать куколку. Для этого достаточно срезать скотч по бокам и достать содержимое без разрыва коробки. Вот все, что было в комплекте с куклой. Удивило меня еще и то, что, несмотря на второй аутфит, в комплект подставки снова не положили вешалки. Это как было у 4 серии Rainbow High. Если вы смотрели мой обзор на Делайлу, то помните, что там тоже не было вешалок. Кукла выглядит роскошно. Штатив с микрофоном держался на резинке. Он перламутрово-розового цвета и сам микрофон подвижный. Волосы по ощущениям очень приятные и гладкие. Но даже в коробке под волосами я смогла разглядеть жиденько прошитые прядки. Не скажу, что она прям бляшивая, но волос могли бы добавить и побольше. Учитывая то, что у куколки не фиксирована резинками прическа, а прямые распущенные волосы. Сам цвет волос персиковый и имеется очень много прядей нежно-розового цвета. Кстати, после мытья волос отдельные волоски начали скручиваться, из-за чего концы волос стали жестче. Хотя я их мыла в теплой воде. Наверное, придется все-таки воспользоваться плойкой, чтобы это исправить. И вот сразу первый нюанс. Сельги уши куклы практически не держатся, так как у них очень короткие штырьки. Вот так они выглядят. На голове у куклы по центру имеется ровный пробор. У лица промолдированы волоски Baby Hair. Они также розового цвета. На волосах у куклы идут две маленькие пластиковые заколочки с камнями. Наверное, у куклы все же ее цвет это розовый кварц. Из-за обилия камней в ее аксессуарах. После распаковки волосы, конечно, выглядят не особо лицеприятно. Тут же я заметила, что прядки у лица закреплены за ушами прозрачными резинками. Кстати, люрекса в волосах нет, но они очень красиво переливаются на солнышке. Молд лица у куклы новый, 2022 года. Скинтон темно-оранжевый с легким шиммером. Глаза очень красивые, насыщенного темно-зеленого оттенка. А на веках розовые тени двух оттенков. Во внутренних уголках глаз росят перламутровый блесток. Губы ярко-розовые, с шиммером. Носик довольно широкий, поэтому я предполагаю, что у нее молд афро. Если сравнивать скинтоны, то по цвету она ближе к базовой санне. Симона оказалась намного светлее. Мне очень понравился ее маникюр. Он розового цвета и мне кажется, что с ноготочками руки радужек выглядят намного изящнее. И кстати, материал рук с коготками намного мягче, чем у предыдущих выпусков. Так как ладошки сделаны из мягкой резины. Обратите на это внимание, если у вас имеются куклы с более ранних выпусков радужек. На левой руке у куклы промолдированы кольца и имеется браслет с розовыми камнями. Браслет имеет разрез и его можно снять. Но лучше все-таки снимать ладошку, так как моя дочка умудрилась браслетик сломать, когда его разгибала. На правой руке также имеются два миниатюрного браслета с многочисленным обилием камней. Предположительно розовым кварцем. На шее у куклы надето золотистое ожерелье с подвеской в виде сердца, на котором выбиты инициалы Rainbow High. Оно пришито к платью, наверное, чтобы не потерялось. Сзади она на застежке и легко снимается. На талии у куклы имеется лента имитирующая поясок с пряжкой в виде инициала Rainbow High. Платье усыпано пайетками и они не пришиты, как может показаться, а приклеены, из-за чего уже начинают усыпаться. Подол платья очень пышный в стиле русалки. Нижний слой это сетчатый подклад, потом подкладочная ткань и верхний слой напоминает мне органзу с приклеенными пайетками. В общем, в живую все очень красивое, но очень хрупкое. Еще расстроилась, что на груди чашечки у платья шили не совсем ровно. Одна больше другой. Платье сзади на липучке и вот так оно смотрится изнутри. Туфли. Они у куклы очень красивые. Бледно-розовые с перламутром. Изящно смотрятся на ножки и, на удивление, они из мягкой резины и легко снимаются. Но из минусов, когда куколка стоит на подставке, каблуки разъезжаются в стороны. Опять же из-за мягкой резины. Рассмотрим второй аутфит. В самом мультике куколка чаще мелькает именно в нем. Первая это ее пушистая бело-розовая шубка. Она на ощупь очень мягкая и приятная. Внутри имеется атласно-розовый подклад с инициалами Rainbow High. Шито все очень аккуратно и имеется откидной воротник. Он тоже на подкладке, что удивительно. В общем, качество этой шубки меня приятно удивило. Теперь рассмотрим аутфит, состоящий из топика и юбочки. Материал визуально напоминает видовую ткань. Похожий наряд был у базовой Беллы Паркер. И такой наряд имитирует костюмчик от Шанель. Наряд шит очень аккуратно, ничего нигде не торчит. По краям на юбочке и топике пришиты золотые пайетки. Вторые туфельки очень красивые в стиле Mary Jane. Они нежно-розового цвета с массивным каблуком и бантиком сбоку. Также в комплекте идут красивые блестящие носочки из плотно сетчатой ткани. Ткань хоть и красивая, но очень хрупкая и не переживет многочисленных примерок. Теперь подставка. Она стандартная, близно-персикового цвета с узким держателем. В комплекте шла расческа такого же цвета и, к сожалению, не было вешалок для второго аутфита. Ну а теперь давайте же наконец откроем ее миниатюрные аксессуары. Кстати, при распаковке кисточек я чуть не потеряла колпачок от помады. Он затерялся в недрах коробочки. Поэтому будьте аккуратны при распаковке. Но чемодан это, конечно, нечто. По ощущениям он весит в два раза меньше самой куколки. Видно, что он тяжеленький, качественный, но его мы посмотрим чуть позже. Для начала я хочу вам показать аксессуары. Вот так выглядит коробочка изнутри. Тут горящий прожектор. Среди аксессуаров лежали фен, три кисточки разных размеров, помада и палетка теней. Вот так вблизи выглядит палетка. Кисточки приставлены в разных размерах. От маленькой до большой. На крышке самой палетки можно заметить логотип Versace, Medusa Renda Nini. Помада очень миниатюрная и имеет маленький прозрачный колпачок. Больше всего меня порадовал фен. Он очень детализированный и у него, оказывается, снимается насадка. Хоть и не без усилий. Фен очень легко фиксируется в ладошке куклы и она может сушить волосы. Теперь пришло время рассмотреть чемоданчик пейзажиста. Вот где произведение искусства. Будь у меня такая игрушка в детстве, я бы с ней не расставалась. Внутри была вот такая резиночка и пластиковая подложка. В самом чемоданчике на крышке есть имитация зеркала и маленькие розовые стразы, имитирующие лампочки. Тут снова встречается значок бренда Versace. Полочки вытаскиваются и их можно зафиксировать по краям чемодана. Фен целиком не влезает, но если отсоединить насадку, то его можно уложить в чемодан. Кисточки и помаду также можно компактно разместить по полочкам. Внутри имеется выдвижной ящичек, который очень сложно достать. Внутри у него был вот такой маленький органайзер для мелочевки. Не чемодан, а матрешка, ей богу. Но в органайзер, к сожалению, кисточки не влезают. В самом чемодане хранить мелочевку очень удобно, так как она не вываливается при тряске и можно быть уверенным, что вы ничего не потеряете. Это, конечно же, огромный плюс. Сзади еще есть выдвижная ручка и он на колесиках. Причем самое удивительное то, что колесики вращаются. Вот это прям вверх детализации. Пока не забыла. Вот так куколка смотрится в своем первом аутфите и во втором. Я, так же как и многие коллекционеры, не удержалась от того, чтобы примерить наряд на Симону. Ведь он отлично подходит ей по цветовой гамме. Ну и что хочется сказать в итоге. Нам с дочкой куколка очень понравилась как по цветовой гамме, так и наполнением коробки. Ее аксессуары и чемодан невероятно интересные и качественные. Сейчас, конечно, уже в линейке Rainbow и Shadow High вышли кукляхи с аксессуарами, подобные дивам. Но я вам прямо-таки рекомендую приобрести такой чемоданчик, хотя бы даже отдельно. Ведь он просто бомбический. Одежда у Сабрины вполне себе достойного качества, наравне с близняшками. Волосы мягкие, самые что ни на есть премиум хейр. Ну а из минусов это отваливающиеся серьги. Да, в принципе, наверное, и все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока. Ставь лайк и подпишись на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok